Так, когда курнул, то у меня вроде бы в глазах что-то не то. Распаковываем наши посылки с почты. Дай, 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 я тоже тебя люблю. Что школицы не давали кушать? Да, ничего не давали. Давай фирменный танец. Вот так, да, молодец. Правильно, Эльзи, надо на тарелке кушать. Просто малышка. Вот это тяга, я понимаю. Я Симба. У меня только глаза светятся. Да, котик? Всем привет, ребят. Я вам покажу такую штуку. Сейчас посвечу, потому что плохо видно. Вот это красивый бампер котик. Можно на выставку просто? Ну да, только я не слышу, что бампер это прятен. А лучник как вывернула, ё-моё. Но его уже поравняли чуть-чуть, да? Нет. Он должен стоять вот здесь, вот крепление от него было. Вот вообще болтается. А тут такая ржавчина. Да, а что ты хотела в машине? Чего тебе? В машине 14 лет. Охренеть. Завтра будут ещё вытягивать, сказали. Поварить. Если надо будет, если лопнуть, глушителька будет ровнять. В общем-то идём за покупками, всё хоть, пошли. Да, хотя бы хоть на вечер взяли. Грустно. А с великом ещё грустнее. Там вроде бы сдохла коробка передачи. Это вообще... Ой, короче. Там разберут, посмотрим, но... Позитива мало пахнет. Котик, а что ты смотришь в женском отделе? Почему у нас женское дело? Лак. Лак для волос или смотришь? Ну да, мне сказали, что волосы не растрёпывались, то он использует лак для волос. Лак для волос, кератин, фибер какой-то, это что? Тоже лак для волос? А ещё, ребят, я хочу сделать, попробовать дома розочки. Я уже один раз делал, у меня получалось. Взять мыло такое, филетовое. Вот оно. Возьму пять штук. Теперь мне нужно взять коробочку красивую, чтобы туда сложить все розочки, которые я сделаю сегодня. Где-то тут когда-то стояли коробки. Вот они. Так. Какую бы выбрать? По-моему, мы, ребят, столько на новогодний скупали, как сейчас. Сегодня у нас на ужин будет картофан запечённый, потом мисконлим бросил, будем на гриле жарить. Картофан тоже варёный, тушёный. И будем сейчас запекать. А ещё я буду сегодня делать розочки из мыла. Я это жрать не буду. На картофан ещё залазил, но я понимаю, что у тебя кольнинг на способности развиваются, но я честно это жрать не буду. Это не кушать. Это просто типа, знаете, есть такие букеты... Жопу мыть. Просто есть, продаются букеты из... Я теперь буду розами жопу мыть. Котик, продаются букеты из мыльных роз. Мне они очень нравятся. Стоят они очень дорого. Поэтому я буду сама делать. Ты же тебе подарил. Ты уже им помылась? Нет, я его берегу. Так ты и помойся им? Нет, берегу. Можно жопу вымыть. Стоят они, цветами, жопу мыть. Жопа, ну красивый. И шо? Нет, котик. А ещё мы купили визин, чтобы глаза капать. Да, просто я когда курнул, то у меня вроде бы в глазах что-то не то. Угу. Мне кажется, что я засыпаю. Чипсы. Что ещё нового? Ничего, мне рано вставать и к Валеричу к машину везти. А потом пешком возвращаться. Молодец. Я ни херна не везу. Добрый вечер, господа. Как ваши дела? Ты что, первого своё кушаешь? Блин, машина здесь тоже классная. За пусик? Ну, виз пока что ещё свернует. Рассказывай, как дела? Хорошо? Отлично? Ты на выход. Оп. Оп. Выходите гулять. Эльза уже полезла, полезла. Быстренько, быстренько, побег с курятника. Давай. О, привет. О, полетели все. Сейчас перья будут всё в картошке. А то люди скажут. Хотя что люди скажут, тебе комментарии закрыты. Люди просто подумают. Молча. Ну, как же свой язык. Вот это ты смешная. Эльза, иди кнопку. Иди кнопку погладь. Микки, давай фирменный танец. Танцуй. Вот так, да, молодец, молодец, давай. Киндер, ты ещё не умеешь танцевать. А Микки смотри, как танцует. Оп, оп, оп. Даже музыки не надо. Она просто выдела камеру и всё. И танцует. Идё? А что? Я тоже человек. Эльза, не кушай еду, Кнопа. Но это для собаки, да, а не для птичек. Это для собаки, да, а не для птичек. Ты что ешь? У тебя есть корм. У тебя есть другие там вкусняшки. Нельзя тебе такое. Да, нельзя. Давай, иди играйся с Кнопой. Что там такое? Куда ты смотришь? Наверное, Эльзе надо такую кошёлку поставить мимо клетки, чтобы она спала в кошёлке с Кнопой вместе. Себя увидела, да? В холодильнике. Да, там картошка запекается. Картошка. Мы купили с Андреем корм. И он тоже не дешёвый был. Просто не было того, что мы постоянно берём. И здесь, смотрите, только просто. Вот кукурузка и немножко изюма. Вот, а вот это я уже сама досыпала арахис сюда. Только, чтобы он немножко был хотя бы сыплый. Просто наши птицы Жакой, Кокоду едят только семечки из этого. И кукурузка. И то, кукурузка не сильно. А вот это просто, что здесь насыпали, оно всегда остаётся. Они его не едят даже. Так я им делаю сама. Мы покупаем отдельно вот миндальные орешки, кищу, семечки такие. Ну и арахис ещё. Вот, можно немножко добавить. И сушёный банан сюда добавляем всё. Сейчас всё перемешиваем так. И получится такой сытный ужин у птичек. Сейчас будем жарить стейк. А это на завтра будет. Пока замаринуется ещё хорошенько. Также картошечка уже запеклась наша. Достаем её. Красивенько. Ставим вторую порцию. Закрываем. Гарниры, овощи. Картофель. Картофель половинки. Печёный. Всё. Старт. Альза, иди кушать. Альза уже сразу бежит. Держи. Ням-ням. Приятного аппетита. Альза тоже уже кушает. Мясо наше пропеклось. Картошечка тоже положилась на помидорки. Соуса немножко положила. И сейчас будем кормить Андрюшу. Добрый вечер. Ай, какой вкусный помидорчик, да, Лизночка? Так, стол сейчас будет весь грязный в помидорах. Помидорный сок сделать вам? Киндер. Ты что там забыл? Правильно, Лиза, надо на тарелке кушать. Альза, иди на ручку. Иди на ручку, моя девочка. Иди сюда. На ручку. Молодец. 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 Там, ребят, пришли, там посылки с Китая. А дома покажу, что там внутри лежит в коробках. Что-то пришло для меня. Что-то пришло для птичек. А что пришло для снежки. Ну, а их, ну, как мне кажется. А, так ты уже знаешь, да? Ну, я так по виду, по размерам. Понятно. Я догадываюсь, что-то может быть. Смотрите, кто к нам приехал. Я. Иончик. Ну, как ты к нам приехал. Вы ко мне. Ну, и типа мы забрали Диму, да. Все, хай. Вот. Что школе сегодня давали кушать? Сок. Сок только? Да, ничего не давали. Я все особо. Это в столовой кормят? Ну, типа после четвертого класса уже не кормят. Я уже себя. А после четвертого класса володают там дети? Ну, да, типа есть деньги и кушают. Да, на своем деле нет. А у тебя не было денег просто? Есть. А что, ты не кушал? Я кушал. Да что ты сказал, что ты не кушал? Дима, ты меня запутал. Дима. Да, красиво. Дима, Дима, Дима. Посмотри, посмотри. Это ты коколю наложил? Ну, это беносал на этот. Вообще, какой бампир вообще? Просто малышка. Время покушать мороженое. Да, котик? Январь. А Димончик сок будет писал. Мороженое из прошлого. 1965 год. Пламбир. О, лимо. Лимо. Этот божерчный вкус. У меня вкусный мороженый. Какой вкусный мороженый. Это обзор. Мороженый гадывает пломбир. Пламбир. Так и пишется, пломбир. Итак, распаковываем наши посылки с почты. Киндер пришел к мамочке, да. Киндер пришел к маме. Знает, что им тоже игрушечки тут. У насыпется просто все. Эльза, ты что там делаешь? Нельзя. Вау, котик. Это на ноутбук, да? Ну да. Это секрет, что здесь. Как обычно, посылка с Китая. А ну-ка. У нас бы в Украине очень дорого такое стало. О, это мой класс прозрачный. Вау, ничего себе. Вау, еще на клавиатуру? Да, почти билю. Наклейка такая, да? Ну, чтобы типа кнопки, наверное, не затирали. Да, Лиза, типа. Прикольно. Классно. Так, будем тестировать. Китайцы прям запаяли так, что полной. Как будто с магазина, да? Угу. Айфон запаковали. Нужно распаковать. Как-то красиво, чтобы не повредить. Ну да, там аккуратненько. Ну, вставить тут понятно как. Эльза, ты чем там занимаешься? Наверное, понятно как. Эльза! Итак, открываем. Специально надо запаковывать ленки, чтобы не сказать, что ой, там царапинка. Я заказал на такой свой красивый макбук, а там царапинка. Ну да. Типа я хочу без царапинки. Это будет у меня розовый такой. Вау, да ты шо, котик? Вау, классно. Вот, вот так вот. И теперь? Все? Да. А эти штуки должны сюда вставляться, вот. Вот. Все. Волос духовод, чтобы не перегревалось, чтобы макбук греется. Угу. И все, да, он стоит. Смотри. Теперь у меня розовенький котик. Классно. Вот единственное... Чем ты занимаешься, киндер? Ты не знаешь, чем тебе заняться? Вот эта штука теперь становится, конечно, неплохной. Вот теперь минус. Видите в чем, ребят? В том, что вот этот вот теперь не подключается. Ну, просто надо было тарабрать не вплотную, а чтоб на проводе было. Тогда бы получилось бы. Да, на проводе нет. Ну, может он так работает? Надо проверить. Вот так вот контакт. Вот я сюда уже так ставить просто. Он будет передаваться? А он включен, да? Да. Ну, у тебя ж тут нету флешки, ничего. А так, типа, неплохо. Да, а теперь на клавиатуру еще давай. А клавиатура... Ну, как-то на клавиатуре, я не знаю, как она будет. Сейчас посмотрим. А протереть там? Ну, немножко странно с этой штукой. Ну, можно убрать. Ну, фото, типа, для тех, кто хочет. Это просто дали, наверное, типа, сюрприз какой-то. Вообще, очень круто. Теперь у меня розовый ноутбук. Будем с Андреем теперь отличать. У меня розовый, а Андрея будет прозрачный. Ну, не такое. Ну, мне не очень нравится. А на четкой, конечно, все сделали. По контуру все классно, но лучше так. Ладно, да, мы можем поставить. Вдруг когда-то захотим. Один мой ноутбук. В комнате. А Андрея прям вообще прозрачный такой. Супер. Ну, теперь кто? Конечно, на нем видно, смотри, какие. Ну, да. Чуть-чуть. За гономатом вообще ничего не видно. Ну, ничего страшного. Киндер. А ну, скажи что-то. Давай поглажу. Вот так-то. Вот так поглажу. Потанцуй на камеру, давай. И пушится так сразу, смотри, как она напушилась. А лапками, давай, лапками. Как ты умеешь танцевать? Микки. Микки, потанцуй. Как ты лапками танцуешь? Потанцуй. Давай, потанцуй. Потанцуй. Да. И вот так. Эльза, иди сюда. Вот это да. Ничего себе у вас будут тячки. Эльза, смотри. Эльза, смотри, какие тячки. Да, одному митку и нагреваю. Классные. Мешай. Помните, ребята, говорила, что наши птицы едят не только сухой корм, а еще мясо? Вот я им сварила филейку куриную. Это им остался кусочек на завтра. Еще такой же кусочек вот я сделала на блендере. Перемолола, чтобы они могли кушать, так как у птиц не бывает зубов, только клюв. Переложу все им в тарелочку и добавлю сюда еще ананас. А к напуси мы даем вот такой вот жидкий корм, так как она уже старенькая у нас собачка, ей 10 лет уже скоро будет. Вот, она кушает жидкий. Сухой тоже ест, но не так, потому что у нее зубами немного проблемы, там у нее болят уже зубчики. Из-за того, что она старенькая. Этот корм напоминает пащет. Ну и пахнет он тоже как пащет. Не как собачий корм, а как пащет какой-то пахнет. Мясной. Кнопуся, иди кушать. Иди, моя девочка, иди сюда. Иди кушать. Давай. Давай. Мама. Я тебя люблю. Люблю, да. Мама. Я тебя люблю. Я тоже тебя люблю. Моя птичка. Ну расскажи маме что ты. Я тебя люблю. И я тебя люблю. Сейчас буду кормить вас птички мои, да? Да. Будем кормить, сейчас будем кушать. Будем кушать. Ты много знаешь? Да. А вот так? А вот такая птичка. Это же Винни-Пух. Винни-Пух. Я тебя люблю. Я тебя тоже люблю. Водички налить, да? Винни-Пух. Налить водички вам. Водичку мы им даем фильтрованную. Так как людям. Чтобы у них было здоровье крепкое. Винни-Пух. Ух. Я тебя люблю. Ух. Хорошо живет на свете Винни-Пух. Ух. Ух. Винни-Пух. Да. Ух. А ну скажи, Флопе, дай лапу. Флопа, дай лапу. Лапа. Дай лапу. Айтем. Дай, Тём. Дай лапу. Айтем. Айтем дай. В общем, вот такой у нас ужин получился для птичек. Куриное филе без соли совсем. И немножко ананаса. Куриное филе на блендере я сделала, чтобы они могли кушать. Микки. Иди кушать. Да, ку-ку. Иди кушать. Давай. Иди кушать ананасик с курочкой. Давай. Киндер, иди кушать. Киндер занят игрушками новыми. Что? Эльза? Эльза сразу пойдёт, смотрите. Эльза. Есть с удовольствием просто. Решили, в общем-то, с Андреем зайти в Чао первый раз. О, тут такое зеркало. Чёси. Вау, ничего себе. Какие кольца. А здесь круто. Принесли нам такой вот кальянчик. Вот наш кальянчик, сделанным вкусно. Вже дымно даже. Хорошо, спасибо. Спасибо вам большое. Согласно. Реально, да, такой большой ананас? Вкус хороший, наверное. Класс. Так, ты задымел, котик, всю красоту. Здесь ничего не надо. О, вот так вообще. Шикарно. Здесь ещё вот такая ёлочка есть. Новогоднее настроение. У нас ёлки уже дома нет, она упала. Наша ёлка, котик, дома не выдержала, да? Некрасиво, лёд. А здесь ещё стоит. Да. И это не реклама, это просто нам нравится. Да, мы просто делимся. Мы заплатим за всё это. Просто реально здесь хорошее место. Почему вам не поделиться опытом? Шаблайк, бывали такие места, где не очень. А вот шикарное место. Очень красиво, прям очень-очень-очень. Видно, что здесь денег вложили немало. Здесь всё очень. Потолки красивые, вытяжка классная стоит, подсветка. Ну, знаете, ребят, всё дорого. Вот дорого. Здесь есть закуски, немного кукуна в кальянной напитке, алкогольные, меню огромное, чаи и табаки. На самом деле, табаков здесь тоже у них, типа, вещи его выбрать. То есть, не три табака лежит. И цены, на самом деле, цены вот средние, не низкие и не высокие. А на нас вот этот, вот, вот, 120 гривен? Да, на нас, где будут 250 гривен, 300 гривен. Это такой огромный на нас вообще. А тут 120 гривен, типа, шикарный. Хочу вам немного показать, что здесь есть. Вообще, какая здесь атмосфера. Вау, это что такое? Такой дизайн крутой. А здесь ещё такие стенки классные. Это какие-то 3D-шные, прям, вот смотрите, вот так вот видно. Диванчики такие. Вообще-то, владелец здесь очень постарался с ремонтом. Прям душу уложил, очень круто. Красиво, красиво прям. Мы здесь первый раз сегодня. Котик, как вам тяга? Супер. Что я хочу сказать? Курим, мы Колян, где-то полтора часа уже. А он никак не выкурится. Что это такое, котик? Вообще, курим, курим. Курим, курим, а он никак не выкурится. Вот это тяга, я понимаю. Тяга. Нормальная тяга, да, котик? Как ты снимаешь, мне снизу кажется, вообще, такой жирный, огромный. У меня котик самый красивый. Да? Так, накормлюсь. Мужчина, мне ваши брови нравятся больше, чем ваша борода. Вообще, маме сантехник не нужен. Сантехник? Сантехник. По-моему, вашей дочери трубы потекли. Мафии заказывали суши себе. Идем забирать доставочку. Здесь так красиво, как обычно. Ничего не поменялось. Добрый вечер, котик. Не, не добрый вечер. Уже спокойной ночи. Уже 2 часа ночи. Покурили колья, суши забрали, салатик забрали, машину запроловили. Можно спокойно ехать спать. А завтра снова новый день. Родобота, уборка, съемка. Завтра у нас съемки, да. У нас новый контент скоро появится на канале. Так что следите за новостями. Да, следите за нашими лайв-каналами. Думаю, что реально будет интересно. Да. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Отдрюшки тоже лайки ставьте обязательно. Больше отдрюшки даже, чем мне. Всем пока.